большое спасибо за возможность открыть это мероприятие и я вчера когда готовил ну так сказать план доклада строил и подумал что наверное в данном контексте интереснее будет не столько внимания по дкт уделить сколько именно технология внутри артериального контрастирования поэтому сразу хочу так сказать сказать о том что преимуществом мы будем говорить о технологиях внутри артериального контрастирования используем компьютерной томографии спиральной у нас много данных на эту тему обязательно их рассмотрим а вот что касается по дкт это уже в конце я скажу о преимуществах именно по дкт в аспекте рассматриваем темы для того чтобы так сказать заразить это интерес у аудитории к использованию данных технологий вот диагностики гиповаскулярных метастазов печени так речь идет первую очередь о внутри артериальном контрастировании и если мы говорим об опухолях печени гиповаскулярных это конечно же в первую очередь метастаза колоректального рака хорошо известно что это уже аксиома на момент диагностики колоректального рака метастазов печени выявляются у четверти пациентов на момент диагностики первичного опухоли еще 50 процентов пациентов метастаза печени будут выявлены в течение первых двух лет после удаления первичного опухоли и вот из этой группа больных, по данным аутопсии, больших исследований, 40% этих пациентов погибнут от прогрессирования метастазов печени, не имея других отдалённых метастазов, то есть фактически от печёночной недостаточности. Печень, в сегодняшний момент хорошо показана в ряде исследований, является первым барьером на пути гематогенного метастазирования метастазов, который носит каскадный характер. То есть это, в общем-то, даже метастазы печени – это регионарные метастазы, затем возникают метастазы в лёгкие, ну то, что касается рака обудочной кишки, и уже после этого диссеминация по большому кругу кровообращения – это поражение костей, мозга, лимфатической системы и других органов и тканей. Причём, очень важно, что вторичное метастазирование в печень происходит только после, на фоне генерализации опухолевого процесса, за исключением случаев, когда имеется местный рецидив в кишке и метастазирование как бы из этого первичного узла. Таким образом, на момент удаления первичной опухоли у значительной части больных метастазов в печени уже существуют, и это очевидно, но не могут быть выявлены ни одним методом лучевой диагностики. Поэтому оккультные метастазы в печени после удаления первичной опухоли и являются основным источником дальнейшего метастазирования колоректального рака. Вопрос риторический, способна ли ранняя диагностика вот этих оккультных метастазов улучшить выживаемость пациентов в этой группе. Ну, в первую очередь, естественно, влияет на изменение стадии заболеваний, но касательно этих пациентов, конечно же, способна, потому что здесь идёт полная смена тактики лечения, если мы выявляем маленькие оккультные метастазы, и, соответственно, к ним применяются все возможности современной терапии. Это и локальное лечение, и региональное лечение, и хирургическое лечение, и, безусловно, это будет способствовать улучшению продолжительности жизни у этой когорты пациентов. Что касается диагностики гиповаскулярных метастазов печени, то на сегодняшний момент тоже хорошо известно, в общем-то, во многих источниках подтверждено, что все современные методы диагностики не в состоянии выявить примерно половину метастазов печени диаметром менее 10 мм. В большей степени это, конечно, касается спиральной компьютерной томографии, меньшей магнитной резонансной томографии, но и ПЭД, как известно, вообще не является методом диагностики метастазов печени в связи с низкой чувствительностью, специфичностью для мелких метастазов. Что мы имеем на круг, то есть в комплексной диагностике? Каждый пятый метастаз колоректального рака не может быть обнаружен во время обследования перед операцией на печень, то есть речь идет о специализированных гепатохирургических центрах, это не потоковые больницы, занимающиеся удалением первичного очага. После выполнения интероперационно-ультразвукового исследования, которое является стандартом инвазивной диагностики, у 40% пациентов во время операции резекции печени выявляется дополнительное образование, в связи с чем в каждом четвертом случае приходится менять план оперативного вмешательства. И после радикальной операции изолированные метастазы в печени развиваются почти у половины пациентов, как бы хорошо мы ни делали операцию, почти у половины пациентов возникнут новые метастазы, которые не были выявлены и не удалены в момент первого вмешательства. В чем же причина неудовлетворительных результатов диагностики метастазов в печени? Все дело в том, что для визуализации метастазов критическим является не их размер, а разность контрастирования опухоль паренхема. То есть, часть метастазов, грубо говоря, простым языком сливается с изоденсной паренхемой печени, поэтому их может быть не видно в силу разных причин. Но важно то, что чем меньшего диаметра метастаз, тем большую разность контрастирования необходимо создать для его визуализации. Было хорошо показано в исследовании, в том числе, которое приведено здесь, что для метастазов колоректального рака диаметром 6 мм увеличение разности контрастирования опухоли паренхема всего лишь в 2 раза ведет к 20-кратному улучшению выявляемости этих новообразований. Достаточно повысить разность контрастирования с 20 единиц Хаусфилда до 50, и диагностика этой выявляемости повысится до 92%. Главная проблема заключается в том, что дополнительно повысить разность контрастирования опухоли паренхема при внутривенном контрастировании практически невозможно. Внутривенное контрастирование, безусловно, было революционным методом улучшения результатов диагностики метастазов печени, но дальнейшее увеличение объема или скорости введения контрастного препарата на тот момент, что мы имеем сегодня, практически не влияет на результаты диагностики. Причина одна, главная, это двойное кровоснабжение печени. Мы хорошо знаем, что 20% кровоснабжается из артерий, паренхема печени, 80% из воротной вены, в то время как все метастазы размножаются исключительно из артериального русла. Для повышения разности контрастирования практически необходимо отделить артериальный приток от портального, то есть мы должны использовать селективное контрастирование либо воротной вены, либо печеночной артерии, ну, теоретически во всяком случае. Контрастирование воротной вены или МСКТ артериопортографии, она широко использовалась в 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е годы, собственно, для диагностики метастазов в печени, но проблема ее заключается в том, что она является чувствительной, но совершенно не специфичный методом диагностики, потому что провести дифференциальную диагностику между метастазами, кистами, гемангиомами, аденомами и другими доброкачественными и злокачественными образованиями в печени по данным этого метода контрастирования невозможно. Так как все образования при этом методе диагностики выглядят гиподенсными, причина в том, что все очаговые образования практически разноряжаются исключительно из артерий. То есть мы их не видим, используя спленопортографию или мезонтерикопортографию возвратную. То, что касается контрастирной печёночной артерии или МСКТ, артериогепатикография, то как самостоятельный метод диагностики именно метастазов печени, прежде всего гиповаскулярных, она практически никогда не применялась и не применяется, потому что имеет большое число артефактов, обладает низкой чувствительностью и специфичностью, используется только как дополнение к артериопортографии компьютерно-томографической. Ну вот, контрастирование печёночной артерии в современном руководстве, это Прокоп и Голландский, все его настольные книги всех рентгенологов, по методике внутриартериального контрастирования написано всего несколько строк, это всё, что есть в этой книге, ну и, в общем-то, это касается диагностики только гепатоциллярного рака, про колоректальные метастазы не написано ни слова. Существует ли альтернативная возможность значительно повысить разность контрастирования опухоль паренхием и гиповаскулярных метастазов при внутриартериальном контрастировании? Как выяснилось, да, существует, но только путём визуализации не самих метастазов, а окружающих зоны перитуморально-венозного застоя или перитуморально-венозного блока, о котором мы и поговорим. Ну вот, первая публикация, которая показала, где было написано, во всяком случае, что внутриартериальное контрастирование может использоваться как самостоятельный метод диагностики метастазов коваректального рака в печени, была написана в 2010 году, и здесь вот проиллюстрирована возможность дифференциальной диагностики разными видами стрелочек, отмечено метастатическое поражение, вот перитуморально-контрастирование имеется, это киста и гемангиома печени. Видно, что данный метод за одну методику сканирования мы можем провести не только топическую диагностику, но и дифференциальную диагностику очаговых образований в печени. Здесь вот в выводах этой статьи было написано, что компьютерная томография в капиллярную фазу может быть более информативным методом диагностики по сравнению с томографией возвратной спленопортографией, поскольку не имеет артефактов, характерных для данного метода диагностики, и в то же время не менее важно то, что в артериальную фазу также возможно провести дифференциальную диагностику между метастазами, кистами и гемангиомами. Ну вот так выглядят два исследования. Справа это возвратная спленопортография, так выглядит метастаз сколоректального рака, а слева это капиллярная фаза, вот инфузионная артерия гипотикографии, которая и очерчивает метастаз путем контрастирования окружающей паренхемы печени, ну как говорят рентгенологи, да, это симптом мишени, ну в общем это неважно, что выделяется метастаз. Ну и вот спустя 7 лет была опубликована еще одна статья, достаточно интересная, которая посвящена была динамике контрастирования вот этой зоны перитуморально-венозного застоя с определением оптимального режима введения контрастных препаратов. Здесь вот приведена схема, кто хочет может ознакомиться, но главные выводы были сделаны в этой статье в том, что перитуморально-венозный застой или блок является следствием сдавления опухоли, прилежащих к ней дренирующих печеночных вену. Перитуморально-венозный застой проявляется гемодинамическим нарушением оттока венозной крови от метастазов с длительным застоем в перитуморальном пространстве здоровья паренхемы печени. Перитуморально-венозный застой проявляется рентгенологически в виде перитуморального кольцевого контрастирования. И перитуморально-венозный застой характерен только для злокачественных опухолей печени, то есть этот симптом является патогномоничным для метастазов и первичного рака печени. Ну вот с помощью перфузионной МСКТ-артерии гипотикографии, которая использовалась в данном исследовании, о котором я говорил чуть выше, было установлено, что визуализация вот этой зоны перитаморально-венозного застой является оптимальной при очень длительном введении контрастного препарата в печёночную артерию и сканировании через несколько секунд после начала контрастирования. Ну вот здесь представлены разные фазы, это перфузионное исследование, сверху это 10 секунд, сканирование на 10 секунде, мы видим какой-то крупный узел, который начинает контрастироваться, но, так сказать, недостоверно. Однако, если мы продолжаем введение контрастного препарата, то мы начинаем видеть вот эти два метастаза, их на самом деле, в виде гиподенсных образований относительно паранхием печени с гиперденсными перитаморальным контрастированием, вот на капиллярную фазу оба узла отчётливо видны, и вот между этими сканированиями 25 секунд, всего лишь интервал, а разница принципиально значимая для улучшения диагностики, как топической, так и дифференциальной. Ну вот ещё пример, на котором я хотел показать, что правильный выбор длительности контрастирования и времени начала сканирования, а контрастирование это может использоваться не только, как я уже сказал, при плоскодетекторной компьютерной томографии, но и при спиральной, в частности здесь представлен пример спиральной компьютерной томографии, так и МРТ. Так вот, насколько важно, здесь пример метастазы рака молочной железы в печени, мы на классической фазе, которая используется обычно во всём мире, ну чаще всего для диагностики гипсулярного рака, мы метастазы практически не видели, но если мы продолжаем вводить контрастный препарат, и что очень важно, в какую-то секунду после остановки контрастирования, когда контраст за несколько секунд выходит из артерии печени, а остаётся только в капиллярах, мы как раз-таки можем, условно говоря, поймать эту фазу капиллярную, тему, когда очень чётко видно в данном случае три метастатических узла рака молочной железы. Ну и здесь вот пример метастазов колоректального рака в печени, это вот посекундное введение контрастного препарата, на 10 секунде появляется крупный узел, если мы продолжаем вводить контрастный препарат дальше, то постепенно мы видим, что начинает проявляться маленький узелочек диаметром 5 мм, который до этого был практически не виден в паренхеме печени, и вот при дальнейшем контрастировании его визуализация всё улучшается и улучшается, и в конечном итоге становится легко его обнаружить. Ну вот он сейчас здесь стрелкой выделен. Таким образом был разработан принципиально новый способ внутриартериального контрастирования для диагностики гиповаскулярных метастазов печени, в том числе диаметром менее 10 мм. Способ заключается в выполнении КТ, это может быть и спиральная томография, и плоскодетектор на МРТ, после очень длительного введения контрастного препарата в печёночную артерию со скоростью 2 или 3 мл в секунду, так называемый инфузионный режим контрастирования, и в начале сканирования только через несколько секунд, в идеале от 2 до 5, от момента окончания инъекции контрастного препарата, это вот та самая капиллярная фаза инфузионной артерии гипотикографии, отражающая момент, когда нужно поймать вот это вот начало сканирования. Ну и вот в том исследовании, о котором я говорил перфузионно, мы заметили, что при росте метастазов, которые появились в печени, происходит принципиальное изменение в их кровоснабжении. Вот так выглядит метастаз 0,1 мм, который, как известно, кровоснабжается только из воротной вены. Дальше, при переходе, когда его размер достигает 2 мм, он начинает переходить на артериальное кровоснабжение, и с диаметра уже около 1 мм происходит формирование зоны вот этого самого перитуморально-венозного застоя. Здесь при 10 мм этот венозный застой уже легко обнаружить достаточно. И, к сожалению, как я уже сказал, вот эффективная неинвазивная диагностика, она начинается только от опухолевых узлов метастатических диаметром более 10 мм. Здесь уже никаких трудностей для всех методов сканирования практически не возникает, как для КТ, так и МРТ. Проблем нет. Вот здесь приведены принципиальные различия визуализации метастазов разного диаметра. В портальную фазу спиральной компьютерной томографии и в капиллярную фазу тоже спиральной компьютерной томографии. Вот так выглядит портальная фаза. Мы видим, что образование диаметра менее 5 мм невидимо в печени, а при капиллярной фазе они четко выделяются вот этим ободочком, соответствующим перитуморальному венозному застою. Принципиальное различие тех же метастазов визуализации в портальную фазу и капиллярную фазу тоже спиральной компьютерной томографии. Хочется подчеркнуть, что эти пациенты это в один день, это одно и то же исследование, то есть мы сначала выполнили внутривенное контрастирование, потом внутриартериальное. То есть это один пациент, один день, одна печень, но вот разница визуализации принципиальная. И чем меньше метастаз мы хотим обнаружить, тем больше разница. Вот в частности здесь 8-мм метастаз и то, что касается 4 мм, он практически уже в печени при спиральной компьютерной томографии с внутривенным контрастированием не виден, а в капиллярную фазу он хорошо визуализируется и более того, мы можем точно сказать, что это метастатический узел. Ну вот, очень интересное исследование, которое я хочу продемонстрировать, потому что пациент пришел к нам на диагностику с данными о том, что у него имеется 6 метастазов правой доли печени по данным компьютерной томографии и состояние после 6 циклов полихимиотерапии ФОФОКС и ФОФИРИ жировой гепатоз, ну и визуализация была достаточно затруднена. Но вот если мы сравниваем внутривенное контрастирование, это один и тот же день, то есть мы сначала внутривенное контрастирование использовали, потом внутриартериальное, мы видим, насколько принципиально различается возможность визуализации образования метастазов коваректального рака, который в данном случае изоденсны по рентгене печени в силу там жирового гепатоза, в силу, видимо, полихимиотерапии. Но, тем не менее, они легко выявляются в правой доли печени и особенно это заметно, что мы обнаружили эти же метастатические такие же узлы в левой доле печени. Здесь выполнялось раздельное контрастирование, предыдущий снимок это был контрастирование правой печёночной артерии, а здесь контраст вводится в левую печёночную артерию, мы видим, что в правой доле печени мы ничего не обнаруживаем ввиду отсутствия контраста, а в левой доле печени множественные метастазы, выделяющиеся вот этим ободочкам, причем видно, что сама паренхема метастаза и паренхема печени абсолютно изоденсны в данном случае, то есть отличить их без ободочка было бы невозможно. Что же дает капиллярная фаза инфлюзионной артерии гепатикографии по сравнению с другими методами селективного контрастирования? Ну вот это артериопортография, условно можно сказать, что мы видим образование, но не знаем, что это. Артерия гепатикография классическая, часто ничего не вижу, а если вижу, то тоже не знаю, что это такое. И вот капиллярная фаза инфлюзионной артерии гепатикографии, четко вижу образование, точно знаю, что это метастатический узел. Клинический пример – это пациент с тремя метастазами коваректального рака в печени, который был прооперирован. Вот так выглядит опухоль крупный, 32-мм метастаз при внутривенном контрастировании. Вот так капиллярная фаза, и во время операции он виден. То, что касается 12-мм узла, в портальную фазу он уже хуже визуализируется, в капиллярную фазу виден отлично. На операции выглядел вот таким образом. И то, что касается 5-мм узла, то при внутривенном контрастировании его обнаружить практически невозможно. В капиллярную фазу он четко виден, и в интероперационной также был идентифицирован и удален, оказался метастазом коваректального рака. И в заключение. Какие преимущества дает плоскодетекторная компьютерная томография по сравнению с МСКТ и с МРТ? То есть, мы тоже самый вид контрастирования можем использовать и при БДКТ. Ну, во-первых, это открытый контур гентри, это стерильные условия в операционной, возможность не только катеризации артерии печени, но и на засудистых через кожных лечебных мешательств, возможность выполнения гибридных операций, то есть, выполнения резекции печени с ангиографической ассистенцией. Очень высокое пространственное разрешение. И один слайд об очень высоком пространственном разрешении, это не наши данные, это ссылка на литературу. Ну, здесь показано было, что изотропное пространственное разрешение по ДКТ при микросети, так называемом, но тем не менее, может достигать 150 микрон. А при МСКТ максимальное разрешение это 600 микрон, при МРТ до 1000 микрон. То есть, мы понимаем, что использовать эту технологию с высоким пространственным разрешением мы еще можем улучшить диагностику метастазов. Что мы имеем в итоге? Ну, вот пациент, которого во время операции был выблен случайное образование в печени, удалено и выполнено было в один и тот же день внутривенное контрастирование, спирально-компьютерная томография. Мы видим 4-5 образований, которые не совсем понятно, что это такое. И выполнена по ДКТ уже артерия гепатикография. Здесь видно четко 4 метастатические узла и одна зона, где был удален вот этот вот метастаз, который был виден на поверхности печени. Это капиллярная фаза. И вот я почему хотел показать этот слайд, что здесь мы, благодаря высокому пространственному разрешению по ДКТ, можем выявить и топически, и дифференцировать это образование по перитоморальному контрастированию метастатических узлов до 2 мм. Ну, здесь вот 2,3 мм. Что очень важно для ранней диагностики метастатического поражения печени. Итак, плоскотекторно-компьютерная томография, по нашему мнению, смотря от реального контрастирования, представляется крайне перспективной технологией диагностики лечения гиповускулярных метастазов печени. Большое спасибо за внимание.